Иногда из-за этого у нас происходят срывы, задержки, по крайней мере. Это точно. И если в части касающейся исполнения федерального бюджетирования там все относительно в порядке, что касается республиканского бюджета у нас бывают и, к сожалению, достаточно нередко. Поэтому просил бы Людмила Николаевна вас лично контролировать этот вопрос. Это что касается эффективности, вернее, своевременности. Теперь что касается эффективности использования финансовых средств. Подобного рода форматом общения с населением напрямую, там где будут реализовываться те или иные национальные приоритетные программы, это первый и наиважнейший инструмент контроля, то есть эффективности расходования средств. Но, помимо всего прочего, нужно привлекать к этой работе общественные организации Калмыки. Это, конечно же, в первую очередь отделение Общероссийского народного фронта, Общественную палату и другие заинтересованные общественные организации. И если это в здравоохранении достаточно много, в образовании тоже достаточно много, в социальных наших проектах достаточно много. Поэтому руководители и плюс сами общественники должны быть задействованы в реализации всех этих проектов. По крайней мере, как минимум, они должны знать, что будет происходить. А уже в процессе реализации постоянно должны понимать, как используются средства и насколько эффективно решаются вопросы, обозначенные приоритетно на национальном проекте. Второй вопрос. Жилье городская среда. Региональный проект формирования комфортной городской среды. Мелия Анатольевна Ткачева, пожалуйста. Уважаемые господи, уважаемые приглашенные. Значит, по программе формирования комфортной городской среды с 19-го года произошли кардинальные изменения. Если раньше нам выделялись средства на парки, на общественное пространство и на дворовые территории, сейчас остается понятие общественное пространство, за счет этих слез можно выполнять работы и в парках, и в скверах, и в общественных территориях, кроме дворовых территорий. Значит, первоначально при первом шкене федерального бюджета нам были доведены лимиты 474 миллионов рублей, но сейчас эти лимиты отозваны. И есть лимиты только на 19-й год, но при этом целевые показатели установлены. 19-й год лимит какой? В 19-й год у нас в федеральных 81 миллион с половиной, почти 12 миллионов республиканские средства и порядка 14 миллионов средств на местных путешествиях. В 19-м году у нас участвует 7 муниципалитетов, но целевой показатель у нас 8 общественных территорий, и мы в 19-м году должны знать. У нас 2 общественные территории в городе Листа и остальные 6 муниципальных образований. Средства на 19-й год нам доведены в большем размере, чем в первоначальном бюджете. Сказано это с тем, что есть объекты переходящие, поскольку меняются подходы к этой программе, было принято решение, переходящие объекты закрыты в этом году. У нас участвуют в этом году города Рябовск, Лагань, Икебуру, Приютненский район и город Листа. Это те территории, в которых объекты, переходящие с прошлого года, которые мы должны в этом году завершить и сдать уже как целевой показатель. Две новых территории, это Цаганаман и Воробьёк. Цаганаман это было обращение в главе в аппарат президента, и мы дали обязательство их включить. И Воробьёк, это по вашему поручению, где вот наш посланник, Дом культуры. Значит, все участники 2019 года о своих людях знают. У всех есть проектно-смертная документация, заключение госэкспертизы положительной. Мы готовы заключать соглашение, ну и дальше работать с Москвой, чтобы понимать... Это все проекты 2019 года и с завершением 2019 года. На Листе должны быть две территории, это они предполагают, что будет парк победы, которая не должна быть. Нет, давайте я спрашиваю уже конкретно. Это с 2019 годом завершения, переходящих нет. Не будет. У вас все? Да. Спасибо. Андрей Кэкшенш по этому же вопросу, пожалуйста.